Музыка Так, мы что, будем здороваться? Так, Антон, доброго времени. Надеюсь, вы меня слышали про черешню и награду в здраве. Олег, здравствуйте. Валентина, добрый вечер. Живолдинов. И вам здоровья, и вам удачи. Бухтияров, привет из Казахстана. Вы, ну, никак уже, вас уже от вебинаров не отделить. Железов Юрий, всем здравствуйте. Дар, 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 арсенцы, да, вот вам привет. Учителю здоровья и терпения, спасибо. Лобасов, добрый вечер. Каланакова, привет, Салтая. Сафин, дар, арсенка, страна, вопрос. Началось вопрос, пока хочется услышать от вас синтологию искусственной межвидовой гибридизации. Как вы выводили гибрид вишни и сливы? Господи. Чур меня. Чур меня. Опылением, как изолировали песик от наградательной пыльцы. Могу ли я так вывести гибрид вишни и сливы, как у вас? Так, граждан, возможно, обо мне какая-то молва пошла, то есть это самое уже, помимо меня, официально заявляю, никаких нет у меня никакой технологии, она и существует. Существует несколько технологий. Межвидовая гибридизация это с помощью опыления, межвидовая гибридизация с помощью вегетации, то есть с помощью вегетативных прививок. Вот, и третье, это называется насыщение ментора, это когда соединяются два, первые два способа, получается третий способ. Вот, так вот, значит, это всё у Мичурина. Я никогда не выводил никакой гибрид вишни и сливы, вот, и у меня и близко такого не было. Мне удавалось дикую вишню оккультурить с помощью прививок. Я никогда не занимался прививками, не прививками, а этим семенной выращиванием, а перед этим опылением. Никогда. Всё это не про меня. Я сейчас говорю, чур меня. Вот. Поизолировать пестик от награды пульсы можно. Это то, что я люблю над этим способом буквально издеваться. Вот. Есть такое понятие кастрация. И, вот, я ненавижу это слово в отношении людей и ненавижу это слово в отношении деревьев. Вот. Почему? Потому что этот путь, который вы сейчас хотите этим заняться, спрашивайте моего совета. Вот. Вы хотите вывезти гибрид вишни и череса, без вас вывели, называется дюки. Не надо тратить жизнь на то, что давно сделано. Слива вишни, получается, слива вишни тоже без вас сделана. Вот. И много чего ещё без вас сделано. Арсен, ради бога. Отступите от всего этого. Просто берите как можно больше разных подвоев. Привайте на них, может, даже вслепую. Вот. Единственное, чтобы это было, чтобы это было, хотя бы более-менее родственники. Слива с абрикосом, но только прививки. Вишни и чересни, но только прививки. Вот. Яблони с грушем, но только прививки. Вот. Коротко всё. Вот это, вот это и есть берега, за которые не надо выходить. Так. Маргарита Брусицова. Вам привет из Москвы. Спасибо. Гражданка Брусицова. Маргарита, милая. Чё-то неужели вы новичок для нас. Так. Сергей Александрович, здравствуйте. Так. Подозревает, кто такой Сергей Александрович? Точно не скажу. Татьяна Федосеева, здравия. Елена Тимофеева. Ой, сегодня решили поговорить. Вы чё, сегодня? Мало вам это? Всё. Разговариваем. Поехали. Так. Это Тимофеева. Ваене Константинович. У меня растёт яблонька от Сергея. Ей два года. И она нынче дала много поросу из земли. Ну, естественно, подвой же у него сибирка. Знаю ваше отношение к обрезке. Как правильно мне поступить? Если обрезать, то как? Чтобы не навредить дерево. Вот сейчас, конечно, я не смогу сейчас подобрать. Быстро-быстро найти фотографию. И так моё отношение и вы уже знаете. Значит, раз лезет поросль из земли, то есть она будет мешать развиваться основному сорту культурному. Так. Имеет для на... Смысл существования? Наверное, в данном случае... В данном случае, если это не... Можно создать дерево-сад, то есть несколько сортов. Но давайте, что попроще. И так её надо подликвидировать. Но полностью отрезать заподлицо. Землю или подлицо вставом нельзя. По ней, в основной штаб, пойдёт мороз. Грибы за ними и всё так далее. Это мы проходили. Значит, оставляем вот так, смотрите. Такие побеги, не давая развиваться. Вы знаете, как бывает? Подвойный абрикос, я извините, я по делу говорю, не отвлекаюсь. Подвойный абрикос, он уже хорош. Помните, наверное, друже сладкие. Как утверждает учёный, доктор наук, директор института Ваулин. Уже сладкие. А на нём привит культурный. Вот. Надо ли пограничивать подвойный? А я у себя не ограничиваю. Я любопытный. Я хочу, чтобы при войне сохранять своё качество. Бывает и 80, и 100, и 120 грамм. А подвойный, может, вместо 20 дать 50 грамм. Но это я любопытство, как испытатель. А вы, а тут под дикая яблоня. Она вам нужна. Отрезайте, но оставляйте вот такие вот эти. Поняли? Идём дальше. Хороший был вопрос. Так. Гражданка Тимофеева. Нынче осенью посадила персик от Галины Латинковой. Спасибо за ваши рекомендации. Как правильно укрыть на зиму и когда зимы пока нет. Московская область, персик на улице. Спасибо. Ох, ёх. Вот опять надо. Опять у меня десяток фотографий. Значит, укрыть на зиму. Казалось бы, ночью проще. Держите его в наклонном состоянии. Так. Если у вас снега до сих пор нет. У меня был случай, когда было минус 40. А до января снега не было. Естественно, что персик без укрытия просто помёрзли в чёртовой матери. Мы не помёрзли, но мы и подмёрзли. И вот тогда получается... А на тех, которые брал щенки, вообще замёрзли. Значит, получается, персик надо держать. Если он совсем маленький. Какие слова, знаете, как применю? Всё. Очень хитрое слово. Нахлобучиваете на него большую картонную коробку. Вот. А у неё ещё у картонной коробки есть уши. Вот так вот раз. И уши. А на эти уши навалите снега. Чтобы, во-первых, не унесло ветром. А во-вторых, это будет идеальное укрытие. Под ней теплее. Нет ветра. Чуть-чуть пониже мороз. И уже этого достаточно, чтобы спасти морозостойкие персики. Но бывает недостаточно, если там уже снега нет. Что делает чёрновая? Лапником заваривают. Что делают другие? Значит, берут... Нетканный материал. Нетканный, потому что он меньше впитывает влагу. И, соответственно, меньше получается выпривание. Вот. Накрывает нетканный материал. Всё-таки... А там с земли идёт тепло. Всё равно идёт тепло. Если снаружи минус 30-40, то там под этим подлапником или под этим самым нетканым материалом что может быть? 10-20 градусов мороза. Терпимо, терпимо. Но я, например, приводил... В каком смысле? Значит, учат укрывать тёплыми вещами. Я однажды... Я беру крайний случай, потому что это мой долг. И показывать свой опыт. У меня был киевский ранний, я так радовался ему. Я его единственный укрывал, а теперь уже не укрывал. А тут с Киева боялся. И накрыл телогрейкой. Сгнило весной, он оказался чёрный. Просто чёрный, всё сгнило. Тело грейка укрыл, вот на свою голову укрыл. Это мой личный опыт. А так, картонная коробка. Я, допустим, не успел, вот он этот друг взял. Откуда она взялась-то? То плюс, то плюс. Я уже матерюсь, надо сиренки резать, денег нет. А то плюс, то плюс. И вдруг, бах, два снегопада и снега по колено. И у меня укрытые... Я вам показывал фотографии. Вот. Да, да, сейчас... Кто, кто нас торопит? Вот фотографии. Сейчас я найду парочку. Фотографии свежие этого года. Вот сейчас я быстро-быстро найду. Вот. Когда торопишься, ещё медленнее получается, чем когда не торопишься. Так, 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 так. Это дело. Ага, вот оно, видите? Вот этот... Ну и фотографии сделал 19-го, 10-го, да? А, 19-го, 10-го. Это я садил на зиму. Это не прикоп. Это навсегда. Обратите внимание на эти колышки. Я давно надо было, но забыл. Вовремя вопрос задали. Вот. Я, хотя так никогда не делал, но я же изобретатель по жизни. Лучше изобретатель города Норильска. Это к чему-то обязывает. Я беру, вбиваю два кола. У меня приготовлены рулоны, остатки рулона. Я им не пользовался лет 20. Когда-то учил вас первые мои лекции в газете. Я вас учил. Ну и вот. Но прошло 20 лет, я его нашёл в сарае. Стоит ничего? Куда? Стихоткань что и сделается? Сделал вот так вот. Вбив два кола. Теперь я просто возьму метр на два. Я собирался это сделать, заметьте. Учём выше, учём. Я собирался это сделать, метр на два кусок. А, он широкий. Он где-то полтора метра даже. Да, где-то полтора метра. Значит, два на полтора. Взял вот так вот, просто как простыня, накрыл. И всё. Но у меня... И вот так вот я вам хотел посоветовать. И хотел накрыть. А у меня снег выпал внезапно. Потому что у нас мало снежья. Зима-то да, наступает. В этот раз она задержалась. А тут бах сразу минус 20. Хорошо со снегом. Но теперь как я буду укрывать? Я накрою нетканным этим самым. Стеклоткань тоже нетканный материал. Так. Накрою, я поднес снег. Сопреет, не сопреет. Тогда я жду сам не знаю чего. Может уже и не буду. Ну, вам я говорю. У вас не поздно. Вот так два кола. Вот так вот посадили. И вот так вот его укрыли. Я не говорю, что обязательно стекло ткани. Я к ней привык. Под ней не приедет. Я проверял это 30 лет назад, 20 лет назад. Спасибо, Роман. Так и стоял, ждал этого часа. Но что хотел, то сказал. Так. Возвращаемся к нашу вебинар. Вот. Следующий. Арсен Кострома. На гниющую рану раньше клария в личинах мухи опарыши. Они съедали мертвую ткань, очищали рану. Очищали рану. Так и грибы. Не может гриб жить на здоровье древесины. Правы-ка. Давидеев. Вот. Арсен, спасибо вам за поддержку. Я говорю, хорошо, что мужик на вас целовать не надо. В отличие от этой самой. От Людмилы. Значит, которая мне подарила косточки. Так вот. Значит. Смотришь на дерево. На нём нет ран. На нём нет грибов. Нету. А потом нам преподносит. Вот они грибы. Вот они фотографии. А там, чуть ниже фотографии, вот такие раны. А люди этого не видят. Иногда на фотографии видно. И вот такую страшную рану. Искусственную. Вот такую вот. Вот такую вот страшную рану. Видно, что всё дерево в грибах. Листья в грибах. И опять нам в сказке рассказывают, что надо сейчас опрескивать. А про рану ни слова. О том, что загубили дерево. Так что, Россия, спасибо вам за поддержку. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.